Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу вам представить вторую часть нашего большого семинара, посвященной доктрине «Бог-сын». Мы рассматриваем доктрины Церкви Двентистов седьмого дня, и сейчас рассматриваем эту важную доктрину. Она очень большая, поэтому пришлось разбить ее на две части. Что же мы с вами рассматривали в первой части? Вы можете просмотреть первую часть по ссылочке внизу, поэтому, пожалуйста, можете перейти, посмотреть в описании, будет ссылочка и предыдущего семинара, и предыдущих тем, которые мы уже рассмотрели. И Божественное Слово, и Творец, Бог-Творец, Божество, Бог-Отец, и также Бог-Сын в первой части. Вот мы сейчас с вами рассматриваем вторую часть. Давайте немножко напомним, что мы рассмотрели во второй части. Мы поговорили о предсказаниях пророческих, где Господь рассказал нам о появлении Мессии, и который должен прийти в этот мир. Мы просмотрели с вами о том, что Бог указал не только пророчество, что должен сделать Мессия, но указал времена и сроки появления Мессии. Мы рассматривали пророчество Даниила, 9 главу. Также мы с вами увидели исполнение пророчеств в Новом Завете, что они исполнили жизнь Иисуса Христа, а также рассмотрели такой большой блок темы «Две природы Христа» — Божественная и человеческая. Мы смотрели тексты, которые нам показывают о том, что Иисус является Богом и доказывают Его божественный статус, и также говорили о том, что Христос является человеком. Сегодня мы продолжим эту тему и будем говорить, до какой степени Христос стал человеком. Библия нам говорит, что Христос был в подобии плоти греховной. В подобии плоти греховной. Ну и некоторые говорят, что Христос был, как мы, вот абсолютно такой же греховной плоти, как и мы с вами находимся. Но что для нас важно обратить внимание, когда мы говорим? Библия говорит, в подобии плоти греховной. До своего воплощения Иисус был образом Божиим. Другими словами, Он имел божественное Своё естество от начала. То есть Христос является Богом во всей Своей полноте. Он в божественной природе облёгся в человеческое естество. Приняв образ раба, как и пишет апостол Павел в послании филиппийцам, он отказался от своих божественных преимуществ и стал слугой своего Отца, чтобы исполнить волю Отца. То есть важно нам этот понимать момент, что когда он был во всей полноте Богом, потом приняв образ раба, образ слуги, он подчинился воле Отца. И поэтому многие аспекты, которые мы видим в Новом Завете, которые Христос, слова, которые Он обращает, Он говорит именно с этой позиции. Позиции облечённого в человеческое естество, Божьего слугу, Божьего дитя, который обращается к Отцу и который нуждается в Господе, который зависим от Отца. Вот зависим от Отца. Он облёк свою божественность человеческое естество и явился в подобии плоти греховной. Это Римлянам 8 глава и 3 стихе. В подобии плоти греховной. Что важно нам отметить сейчас, в начале нашего семинара, что хотя Христос и принял образ и подобие человека, делаем первый вывод для нас, Он оставался безгрешным, и Его безгрешность не нуждается в доказательствах. То есть, если Он и принял образ, подобие грешного человека, то это не означает, что сам Иисус стал грешным. Священное Писание говорит обратный момент, что Он был святым, и в то же время Он был в подобии плоти, такой, как мы с вами обладаем, но не был зависим от греха. Чтобы нам проиллюстрировать и понять, это апостол Павел проводит такую параллель, или говорит, что Иисус является вторым Адамом. Давайте вспомним, дорогие друзья, что первым Адамом у нас был сам Адам, которого создал Господь. И в Послании к Олимпиным, 15 глава, 45-47 стихе мы читаем. Так и написано, первый Адам, человек, стал душею живущую, а последний Адам стал дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, а второй человек Господь с неба. То есть вы обращаете внимание, что он показывает, что Христос стал вторым Адамом, потому что Адам потерял свои преимущества, которые давал ему Господь, для того, чтобы стать, быть представителем от земли перед небесным собранием. Он стал смертным, он умер. И в то же время мы видим, что Христос стал человеком для того, чтобы стать вторым Адамом, чтобы стать нашим представителем перед Богом и привести человечество ко спасению. Итак, первый Адам был создан по образу Божию, по подобию Божьему сотворил его Господь. Второй же Адам, человек, он отличался уже от первого Адама. Здесь мы видим, что неполное сравнение, потому что первый Адам имел совершенное тело, которое на себе не ощущало влияния греха и влияние зла, которое проникло через грех. Жажда, страх, те чувства, которые уже пришли к Адаму из-за его греховности, они появятся позже. Христос именно принял природу, ослабленную грехом и поэтому подверженному теми влияниями, которые понимаем и испытываем мы с вами. Посмотрите, послание к евреям, пятая глава, и в втором стихе апостол Павел говорит так, потому что и сам был обложен немощью. То есть Христос понимает нас, потому что на себе испытывал те же немощи, которые и испытываем мы с вами. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, говорит в книге пророка Исаии, 53 глава и 4 стих. То есть мы видим, что Христос, вот я вот подвожу к этому моменту, придел на себя не природу первого Адама, то есть совершенную, которая была на себе, не испытывала уже влияние греха и он как в неком таком святом коконе пребывал, потому что Бог ему дал природу Адама. Нет, он уже, он стал вторым как Адам, как Адам, как наш представитель стал, но для себя он принял природу ослабленную, ослабленную немощами, которую уже как наследие принял Адам через грехопадение. Еще один вывод, который мы для себя должны сделать, человеческое естество Христа не было в полном смысле естеством Адама до грехопадения, то, что я сам говорил. Оно не было и падшим естеством или естеством Адама после грехопадения. Оно не было таким, как у сотворенного Адама, потому что имело унаследованное в результате грехопадения слабости. Оно не было падшим, потому что никогда не опускалось до нравственного сквернения. Вот чтобы вы могли понимать этот важный момент, то есть Христос принял природу ослабленную, но она не была подвержена влиянию греха, потому что Христос не грешил. И поэтому у Него не было склонности к греху, как есть у нас с вами. Когда ты один раз согрешил, сделал какой-то поступок, и этот поступок греховный, он потом будет оказывать влияние дальше на твое сознание, на твой разум и на твои действия и поступки. Христос не делал греха, хотя природа у Него была такая же, как и у нас с вами. Так вот мы можем это охарактеризовать. Поэтому в самом буквальном смысле это естество было нашим естеством, однако без греха. Ну, я думаю, что вы это поняли. И поэтому, естественно, возникает вопрос, что если Христос, будучи Богом, находился в человеческой природе, то Он испытывал ли искушение, или Он делал вид, что Он искушается, делал вид, что Он испытывает какое-то борение, но на самом деле этого не могло быть, потому что Он является Богом. Было ли Ему легко сопротивляться искушениям? Потому что кто-то скажет, если Он был Богом, то, естественно, что даже если была эта природа человеческая, ослабленная в Нем, то она не оказывала на Него такого влияния, потому что Он понимал, что Он Господь, и Ему всегда хотелось сделать все, что все хорошо. Посланием к евреям, 4 глава, 15 стих. Нам так это объясняет. Но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть Библия нам говорит, что Иисус испытывал искушение во всем, кроме греха. Что для нас важно отметить? Искушение и возможность согрешения были для Христа реальными. Если бы это было бы не так, то все это, о чем мы с вами сейчас говорим, было бы просто игрой, и оно не имело бы такого для нас с вами значения, потому что мы бы сказали, но мы не можем противостоять искушению, потому что Христос не является для нас в этом плане примеров. Если бы Христос не мог согрешить, то Он бы не был для нас примером для подражания и вдохновения. Поэтому мы видим, что Христос должен испытывать те же чувствования, что и мы, и также испытывать те определенные борения, которые происходили. Единственная разница, наверное, в том, что Христос не испытывал увлечения к греху, как у нас это с вами было. Есть. Мы с вами рождены во грехе. Мы знаем, что такое грех. Мы знаем сладость греха. Для нас грех сладостен. Для Христа же, который в своей сути является святым, грех не является сладостен и привлекательным. Вот в этом разница. Не является привлекательным. Но в чем же будет суть искушения? Вся суть искушения, любого искушения, завязана на одном важном факторе. Подчинение воле Бога и желание исполнять свою волю. Вот этот момент. Подчинение воле Бога и желание исполнять свою волю. Поэтому мы видим, что в этом аспекте Христос также, в самом глубинном моменте искушения, Христос испытывал борение. И мы видим, это очень ярко проявилось, когда Он должен был идти на Голгофу. И когда в Гефсимании Он испытывал борение, идти ли Ему на смерть или же сохранить свою жизнь. Отче мой, Матфея, читаем 26 глава, 42 стих, Если не может чаша себя миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. У Христа было еще одно важное искушение, которое мы с вами не знаем. Он, в отличие от нас, смог проявить свою божественную сущность. И вы помните, как на кресте Его искушали люди из толпы. «Сойди с креста, яви, что Ты Мессия, других спасал, сам себя спаси». То есть, если для разбойников, которые висели по правую и левую сторону от Христа, это было невозможным сойти с креста, и в этом у них не было искушения, то у Христа было как раз наоборот. Он мог сойти с Христа. Он мог себя сам спасти. Он мог явить божественную силу. И в этом могло быть искушение. Не подчиниться воле Бога, Богу в плане выполнения плана спасения, а пойти другим путем, спасти себя и нарушить волю Божью. Или отвергнуть волю Божью. Поэтому Библия нам говорит, что он сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. То есть, он претерпел искушение. Оно у него было. У него было это борение. Возможно, немножко отличалось, оно отличается от нашего борения, но оно было борением, потому что борение, как я уже повторюсь, это было борение связано с подчинением воле Бога. Но и мы с вами также в своих искушениях боремся не только со своей плотью, но боремся с важным моментом подчиниться воле Бога, когда заповедь говорит, не пожелай или нельзя. А я хочу сделать так, так, как считаю, что мне хочется сделать. Поэтому сделаем еще один вывод. То, как Христос переносил искушение, доказывает, что он был истинным человеком. То, как Христос переносил искушение, доказывает, что он не имитировал, что он Бог, а просто покрыл себя человеческим естеством и как бы имитирует это. На самом деле, он был на 100% Бог, но в то же время был на 100% человеком. И именно настоящая человеческая его сущность проявлялась в том, что он испытывал искушение и боролся с этим искушением, и взывал к Отцу, прося его помощи и нуждаясь в его поддержке, когда он делает для себя важный выбор. Что важно отметить о том, что мы говорили о том, что когда мы говорим о природе Иисуса, божественной и человеческой, важно отметить, что его природа человеческая в подобии греховном не оскверняла его божественную природу, потому что божественная природа его оставалась святою. Смотрите, как сказано интересно в Писании, мы видим, что его рождение было сверхъестественным, и он был зачат от Святого Духа, и новорожденный младенец был назван святым, то есть он сохранил свою святость. Ангел сказал ей в ответ, Луки 1 глава 35 стих, «Дух Святой найдет на тебя, и в силу Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Наречется Сыном Божьим. Поэтому очень важный такой момент, чтобы люди не путали, потому что в этой теме очень много таких тонких и скользких путей, вот когда люди начинают размышлять о двойной природе Иисуса. Христос был свят, но находился в подобии плоти греховной, но опять же мы говорим, что это была плоть подобно нашей, но это плоть, которая не испытала на себе греха, потому что Христос никогда не грешил. И на это делает акцент Священное Писание, что Христос являлся безгрешным. Христос являлся безгрешным. Потому что некоторые так говорят, что если в нем была плоть подобно нашим, подверженная греху, плоти греховной, то, наверное, и Христос не мог быть святым, но Библия говорит, нет, Его божественная сущность как раз говорила о том, что он является святым. Посмотрите, Евреям 7 глава, 26 стих. Таков должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. То есть вот этот важный момент. Да, он в человеческом естестве, но он святой, непричастный злу и непорочный. Или 2 Коринфянам 5, 21. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы с ним сделались праведными пред Богом. Христос, не знавший греха. Поэтому Библия называет его святым и безгрешным, даже несмотря на то, что он находился в подобии нашей плоти греховной, но из-за того, что он не делал греха, сохранял свою святость перед Господом, мы видим, что Библия называет его святым и непорочным. 1 Петра 2, 22. Он не сделал никакого греха и не было влезти в устах его. Увидеть еще то, что сам Иисус говорил, 8 глава Евангелия Тана, 8, 46. «Но обвинил ли кто из вас меня в грехе?» Говорит Христос. Или 14 глава, 30 стих, также Евангелия Тана. «Идет князь мира сего», он говорит здесь о сатане, «и во мне не имеет ничего». То есть сатана и я, мы разные. Да, я нахожусь в этом человеческом теле, но у нас нет ничего общего. Ничего общего. В нем зло, во Христе находится вся святость. Поэтому что для нас важно, на что важно обратить внимание, когда мы читаем Евангелие, что Христос никогда не исповедовал свои грехи. То есть если бы он исповедовал грехи, это говорило о том, что он грешен. То есть каждый грешный человек должен был прийти в храм, возложить свои руки на жертву и исповедоваться над этой жертвой, перенести свои грехи на него. Но Христа в Евангелии мы этого не видим. И не приносил жертвы за грех. Помимо того, мы видим, что в Евангелии, когда Христос, особенно в Евангелии от Луки мы это видим, что когда Христос учит людей молиться Небесному Отцу, Он в молитве Господней говорит им, прости, не говорит им, прости меня. Он говорит, прости их, Господи. Это мы видим, когда происходит уже, прошу прощения, на Голгофе, когда Христос висит на кресте, Он не говорит, Господи, прости меня, потому что я сейчас умру, чтобы я мог быть спасенным. Он обращается и молится за людей, говорит, прости их, Господи, потому что они ведают, что творят. Поэтому еще один вывод, который мы можем сделать, Иисус является наивысшим, святым образцом человеческого естества. Он безгрешен. Во всех своих делах явлено совершенство. Он был совершенным образцом безгрешной человеческой природы. То есть вот этот важный аспект, на который мы обращаем внимание. Да, Он был в нашей плоти греховной, но Он не грешил, и Его плоть не осквернила Его святость божественную, в которой Он пребывал. И Он это доказал в своей жизни. Но тем не менее, тем не менее, это не означало, что Он не испытывал искушений и борений, которые испытываем мы. Просто сама направленность искушения была разная. Проявить божественную силу. Но в то же время, похоже, было то, что подчинится Божьей воле или не подчинится Божьей воле. Наверное, у кого-то возникнет вопрос, почему же все-таки Христу нужно было принять эту человеческую природу. И, по сути, ведь Павел называет, что это было умоление. Он умолил себя. Вот это ослабленное человеческое естество, это было умоление для Христа. В какой-то мере унижение. Давайте посмотрим несколько важных аспектов, почему Христу нужно было принять нашу человеческую природу. Первый важный момент, чтобы быть посредником, или, как Библия говорит, пересвященником для человека, между Богом и человеком. То есть его функция, он должен стать посредником. Вот этим вторым Адамом. То есть который должен стоять пред Божьим престолом. Мы потеряли своего представителя Адама, когда он согрешил и умер. И теперь нам нужен будет второй представитель, который воскреснет из мертвых. И теперь от имени людей в человеческой природе будет стоять пред Богом, и будет ходатайствовать за нас, и будет нашим посредником. Поэтому Христос был единственной достойной личностью, подходящей личностью, которая могла бы быть этим посредником. Святой, который облегся в человеческую плоть. Знаете, как говорят, одной своей божественной природой он соединен с небом, другой своей природой человеческой он соединен с землей. Поэтому Христос является тем мостом, который соединяет нас с небом. Евреям 5 глава, 2 стих. Он может снисходить невежествующим, заблуждающим, потому что сам был обложен немощью. Он милостивый и верный, потому что во всем уподобился братьям. Он сможет искушаемым помочь, потому что и сам претерпел, был искушен. Он может сострадать нам в немощах наших, потому что, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть мы видим вот эти моменты. Благодаря Христу мы обретаем вот этот мостик, я уже повторюсь, который помогает нам идти в небо. Он стал этим посредником, или, как Библия говорит, пересвященником. Второй важный момент, для чего Христу нужно было облечься в человеческую природу, для того, чтобы спасти нас с вами. Для того, чтобы спасти нас с вами. Филиппийцам во второй главе, в седьмом стихе, Павел говорит нам так. Божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку, и по виду своему признанный всеми за человека. То есть, чтобы спасти человека, помните, мы с вами говорили о том, что наказание за грех смерти. То есть, за смерть человека должен кто-то умереть. Закон требует справедливости, наказание за грех смерти. Мы видим, что прообразом того, что кто-то должен умереть за человека, чтобы и спасти, был ягненок. Этим ягненком прообразом является Иисус Христос. Но Бог не может умереть, потому что у него есть божественная природа. Поэтому мы видим, что для того, чтобы совершить этот план спасения, Богу нужно стать человеком, облечься в человеческое естество. Поэтому мы видим, что Христос, вот именно поэтому и должен был стать человеком. Еще один момент, третий. Почему Христос должен был облечься в человеческую природу, чтобы отдать свою жизнь за грехи мира. То, что мы с вами уже стали говорить выше. Божественная природа Христа не может умереть. И для того, чтобы умереть, Христу необходимо было стать как раз человеком. Ибо я первоначально преподал вам, 1 Коринфянам 15, 3, что Исам принял то, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Христос должен был умереть за наши грехи по Писанию. Четвертый момент, почему Христос должен был стать человеком, это чтобы стать нашим примером. Как второй Адам, который протоптал путь к небесам, он должен быть нашим вдохновителем и примером, что и мы можем, если полагаемся на Господа, мы можем таким же образом, подражая Христу, наследуя Его, идти в Царствие Божие и достигнуть Божьего Царства. 1 Петра, 2 глава и 21 стихе мы читаем. Христос пострадал за нас, оставим нам пример, дабы мы шли по следам Его. Опять же, для нас это очень важно, потому что если бы Христос пришел как Бог, мы сказали, ну, это божественная сила, и мы не можем Ему подражать, потому что у нас этого нет. Но Христос специально умолился, принял образ раба, подчинился закону и во всем следовал, жил как человек для того, чтобы нам показать пример, умолил свою божественность, чтобы показать, друзья, вы таким же образом можете жить праведной жизнью, если доверяете Господу. 1 Иоанна, 2 глава и 6 стих, об этом говорят нам так. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Если мы христиане, мы подражаем нашему Господу, поступаем так, как он поступал. Еще одну тему, которую мы поднимем вот в этом блоке божественной человеческой природы, это единство. Какая природа больше? Какая доминировала? Может быть, божественная доминировала над человеческой, или человеческая доминировала над божественной. Мы можем сделать важное успех. Вообще, тема, которую мы поднимаем, это тема тайны. Мы можем говорить о ней только о том, что нам Библия открывает, и наши догадки будут абсолютным заблуждением. Поэтому, что важно для себя отметить, когда мы читаем, разбираем эту тему? Важный факт, который мы для себя делаем. Во Христе соединились два естества. Это точно мы можем сказать. Два естества, а не две личности. Некоторые также говорят об этом. Не две личности соединились, человек и Бог, а именно это одна личность, которая имеет два естества. И когда пришла полнота времени, Галатам 4.4, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. То есть именно эта личность божественная потом родилась от жены и стала человеком. А не две личности соединились в одного человека. Но почему мы это поднимаем? Потому что, опять же, разные еретические учения на эту тему именно спекулируют. Поэтому можем сделать такой вывод. Вот, воплощенный вечный Божий Сын взял на себя человеческое естество, а не человек Иисус облегся в божественность. Движение было направлено от Бога к человеку, а не от человека к Богу. Вот мы увидели в нашем тексте. Сын Божий рождается от жены и подчиняется потом закону. Мы видим, что Божий Сын взял на себя человеческое естество, а не наоборот. Жил в себе человек, который вдруг получил Святого Духа и стал в этом плане божественным. Мы видим, что процесс идет обратный. Бог пришел и стал человеком. Какое же сочетание божественного и человеческого? Опять же, делить на проценты божественное и человеческое мы не должны, потому что мы можем быть уверены в том, что Христос был на 100% человеком и на 100% был Богом. Об этом пишет послание Павел, послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих. В нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно. То есть вы замечаете, как говорит Павел, Христос был полностью Богом. Не на 50%, не на 25%, а на 85% у него было человеческой природой. То есть сочетание, которое мы говорим, это была полнота божества. Он был действительно Бог на все 100%, если так можно об этом говорить, но в то же время и был и человеком на все 100%. Поэтому эти два естества должны были соединиться вместе, соединиться вместе, а не какая-то должна была доминировать над какой-то. они должны были соединиться, чтобы примирить человечество с Богом. То есть вот это все единение божественного и человеческого имело свою миссию привести человека к примирению с Богом. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 и 19 стих. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. То есть мы видим, для чего все это нужно было. Именно вот это сочетание и полностью человеческое, и полностью божественная сущность Христа, чтобы привести потом людей через Иисуса, через веру в Него, к примирению с Богом, чтобы они не враждовали уже против Господа, не были врагами Ему, а были уже Ему, Его детьми. Еще один важный момент, почему нужно было единение, и нужна была эта человеческая природа, чтобы сокрыть божественность человеческой природы. В Евангелии Танны, 1 глава, 14 стих, мы читаем, «И слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Интересно, что уже видели славу через призму плоти. Слово божественное облеклось в плоть, и тогда мы смогли увидеть славу Его. Давайте представим, что если бы Иисус пришел в этот мир, не в человеческом естестве, а в своей божественной сущности, которой Он был на небесах, что бы произошло со всеми обитателем земли? Святое не сочетается с грехом. Присутствие святого Бога привело бы к гибели всех, в ком есть грех. Другими словами, Он бы не спас людей, а наоборот, все люди бы погибли. Поэтому и принятие этой божества, принятие человеческой природы необходимо было для того, чтобы защитить нас, когда Бог пришел в этот мир. И уже Евангелистан говорит, что мы видим славу Богу через Его уже покрытую, покрытую человеческой природой вот это естество. Наверное, как аналогия, вы, наверное, вспомните. Помните Моисей, когда был на горе Божьей 40 дней, и он вернулся, его лицо сияло. Оно настолько было невероятное, то есть отражало славу Бога. Оно сияло этим божественным сиянием. Оно настолько было величественным, в то же время для человека было настолько непереносимо, что израильтяне просили, чтобы он покрывал свое лицо каким-то покрывалом, потому что тогда они могли общаться с Моисеем. Вот представьте, только Моисей, который отображал величие Господа. А когда бы сам пришел Господь в своем, во всей полноте, мы не могли бы находиться во присутствии. Это в лучшем случае. В худшем мы бы погибли. И опять же, как мы уже говорили, для того, чтобы Господь соединился в божественную человеческую природу, чтобы дать, например, жить победоносной жизнью, полагаясь полностью на Отца, Он своей божественной силой, соединенной с человеческой, одержал ради человека бесконечно великую победу. Поэтому и нам эту победу дает. То есть, Он говорит, что вы также, полагаясь на Отца, можете противостоять злу. Книга Откровения, 3 глава и 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцом моим на престоле Его». «Побеждающему дам сесть, как и я победил». Поэтому мы видим, настолько важно понимать, не только найти для себя убеждительное доказательство, что Иисус являлся Богом, как и понимать ценность того, что Иисус являлся и человеком, также на все 100%, и насколько важно было для неба, чтобы Христос стал человеком. Еще раз хочу сказать, это было унижение небес, потому что Он уже принял не природу, даже если бы Он принял святую природу Адама, это было также унижение, потому что божественность, божественное соединилось с творением. Но Христос принял не только природу Адама, а принял нашу ослабленную грехом природу, то есть еще больше унизил себя, уничижил себя. И все это для того, чтобы привести нас Господу к спасению и дать нам победу. Еще один блок, который мы рассмотрим в этой большой теме, посвященной Богу Сыну, это Иисус Христос, пророк, священник и царь. Что важно отметить в этой теме? Пророк, священник и царь выделялись особым образом от всего народа тем, что их помазывали на служение, помазывали елея, пророков, священников и царей. Поэтому они назывались помазанниками. И интересно, что сам Мессия происходит слово от помазанник, то есть Мессия это помазанник. Поэтому мы видим, что в этих трех ветвях власти, которые были в Израиле, пророк, духовная весть, священник, который был посредником между Богом, человеком и царь, соединились функции Мессии, помазанника, который должен прийти в этот мир и в себе нести эти три сущности, или три качества, правильно будет говорить, пророческую, священническую и царскую. Христос, пророк, возвещает нам Божью волю. Делаем такой вывод. Христос, священник, представляет нас Богу и открывает нам Бога. Открывает нам Бога. И Христос, царь, осуществляет Божье милостивое правление над своим народом. Поэтому мы видим, насколько это всеобъемлющее. Как интересно вот устроено. Читаем Библию, читаем функции каждого из этих представителей, царь, пророк, священник, и понимаем, что они являются всего лишь тенью, отображающим того, кто в себе должен соединить все эти функции воедино и стать нашим посредником между Богом и человеком, тем, кто открывает волю Бога и тем, кто осуществляет правление в Божьем Царстве. Давайте каждое вот это качество просмотрим с вами, как об этом говорится в Писании, как они касаются Иисуса Христа. Итак, первый, Христос пророк. Мы с вами видим, что в книге Второзакония, 18 глава, Господь обращается к Моисею и говорит о будущем Избавителе и говорит о нем, как о пророке. «Я воздвигну им пророка из череды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Интересно, что Моисей был как раз тем пророком-спасителем, который избавил израильтян из рабства египетского. И Бог предсказывает, что должен появиться другой пророк, таким, как ты. Будут же позже появляться пророки, но такой, как Моисей, это тот пророк, который спасет людей и который будет законотворцем, который будет наставлять таким образом, как это делал Моисей. И вот мы видим, как в Евангелии Тайна, 6 глава и 14 стихе люди принимают именно эту весть. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно было прийти в мир». Моисей был особенным пророком, и именно таким особенным пророком являлся Иисус Христос. Мы видим, что сам Христос говорил о себе и признавал, что он является пророком. «Впрочем, мне должно ходить сегодня и завтра, и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». То есть Христос говорит о своей смерти и называет себя пророком, потому что многие пророки были отвергнуты народом и погибли, и он говорит, что он является таким же пророком. Служение пророка. На что важно обратить внимание, что делали пророки. Иисус провозглашал с пророческой властью принципы Божьего Царства и предсказывал будущее. То есть то, что делали пророки, которые назидали, учили людей быть верными Господу, и также пророки предсказывали будущее. Следующее качество служения Христа – это то, что Христос является священником. Вы знаете, что священником по книге Левит, могли быть, по Торе, могли быть только из потомков из колена Левия, из колена Левия, а первосвященники могли быть из потомков Аарона, брата Моисеева, тоже из колена Левия. Но мы видим, что Иисус сам является из рода Давидова по человеческой своей природе. И кто-то сейчас может говорить, что он не может быть священником, потому что он как бы из другого колена. Колено Иуды не могло быть священническим. И в этом плане мы видим, что Псалом 109 объясняет и говорит, что Мессия будет священником по другому принципу, не по принципу левитскому священничества. Клялся Господь и не раскается. Ты священник во век по чину Мельхисадека. Здесь идет сосылка на книгу Бытия, когда Авраам встретил священника Бога Живого, которого звали Мельхисадек, и он ему поклонился и принес ему в лице, в его лице принес Богу дары, принес десятины. И вот от этого отталкивается, что Мельхисадек не был левитом, но был священником Божьим, избранным Господом. И поэтому мы видим, что Давид предсказывает, что должен появиться тот Мессия, который будет священником, но не по левитскому направлению, а как вот Мельхисадек, не в рамках левитского служения, а за рамками, именно за рамками не служения, а за рамками левитского рода. И мы видим, что евреям Павел это подтверждает. Потому и провозгласил его Бог первосвященником по чину Мельхисадека. по чину Мельхисадека. У священника, в священническом служении есть две фазы служения. Первая фаза совершалась у жертвенника, где проливалась кровь животного, разделывалась туша и ложилась на жертвенник. И вторая в храме, куда вносилась кровь жертвы и где воскурялся священный Фемиам, и священник входил во Святое Святых пред Божий престол. И вот мы видим, что Христос по чину Мельхисадека как священник у жертвенника это его земное служение. То есть он как священник участвовал в первой фазе на земле. И здесь уникальность его служения в том, что с одной стороны он выступает как жертва. Как жертва. И об этом причем жертва за грехи. И об этом говорит нам сам Иоанн Креститель. Помните Евангелие Таана 1 глава 29 стихе он говорит вот агнец Божий который берет на себя грех мира указывая на ягнен который должен будет лежать на жертвеннике. И так же об этом мы сможем прочитать 1 Иоанн 1 7 кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть его священническое служение уникально в том что он идет по чину Мельхисадека то есть он не из левицкого колена. Второй момент его служение связано на земле связанное с жертвенником на земле его служение связано с жертвенником и уникальность в том что он с одной стороны должен быть жертвою жертвую жертвую за грех человека а с другой стороны он должен стать посредником между нами и между Господом. Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стихе мы видим Иисус сказал Я езнь путь истина и жизнь никто не приходит к Отцу как только через Меня. Грешник когда возложил свои руки возложил свои руки на жертву кровь была пролита жертва была принесена и священник как посредник должен был идти в храм чтобы этой кровью обрызгать во святом то есть мы видим уже сам человек не мог эту кровь принести Богу и сказать вот Господи за Меня была пролита кровь невинного чтобы я мог жить это уже совершал посредник между грешником и Богом этим посредником был священник и вот мы видим что Христос с одной стороны выступает как жертва за грех а с другой стороны он выступает как этот посредник который свою кровь представляет Богу пролитую для того чтобы показать что только Он может представлять наши интересы и ходатайствовать за нас поэтому делаем вывод во время земного служения Христос был священником и жертвой одновременно его смерть на кресте была частью его священнического служения давайте на это сделаем акцент его смерть на кресте не завершает путь нашего спасения это будет только часть спасения но на кресте это часть его священнического служения когда он становится жертвой за грех вторую фазу которую Христос совершает как наш небесный как священник первый священник наш это уже в небесной части когда он воскрес из мертвых и перешел к небесному отцу перед божьим престолом и здесь мы видим миссию которую выполняли священники когда заходили в храм в скинию или в храм и там совершали ходатайственное служение уже у ковчега пророчество о мессии как священники в храме мы можем посмотреть обратите внимание может быть для кого-то это будет новый текст Захарий 6 глава 13 стих он создаст храм Господень и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем будет и священником на престоле своем и совет мира между тем и другим удивительный момент который мы здесь видим что он будет и царем и будет также священником на престоле своем восседать мы видим что символом престола является ковчег Божий вот в земном храме евреям 8 глава 1 и 2 стих мы читаем главное же в том о чем говорим есть то что мы имеем такого первосвященника который воссел одесную престола величия на небесах то есть первосвященник сидит на престоле как у Захарии сказано вот на престоле вместе с отцом то есть он вошел во святое святых вот на небесах и есть священно действует святилище скини истины которую воздвиг Господь а не человек что делает Иисус как первосвященник на небесах первый важный момент он ходатайствует за грешника 1 и 2 глава 1 и 2 стих дети мои я пишу вам чтобы вы не согрешали а если бы кто и согрешил то мы имеем ходатайя перед Отцом Иисуса Христа праведника он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но и за грехи всего мира вот этот момент посредничества что делает на небесах Христос стал теперь нашим вторым Адамом он стал нашим посредником и поэтому исповедая свои грехи на земле когда мы каемся и во имя Иисуса просим прощения Христос во имя пролитой своей крови ходатайствует за нас пред Господом вторую важную функцию которую завершает Христос на небесах как священник первый священник помогает просящим то есть мы взываем к нему и все наши молитвы помните Иисус нас учил что мы молились во имя Христа во имя Христа то есть живой Христос участвует в том чтобы помогать нам и отвечать на наши нужды евреям 4 глава 14 и 16 стих ибо мы имеем не такого первосвященника который не может сострадать нам в немощах наших но и который подобно нам искушен во всем кроме греха этот стих мы уже слышали а дальше мы читаем посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи мы приступаем к этому престолу чтобы получить милость и получить помощь там где восседает наш Господь Иисус и еще одну функцию он отвечает на наши молитвы Евангелие Теана 16 глава и 23 стих истинно истинно говорю вам о чем не попросите отца во имя мое даст вам то есть мы видим этот важный момент Христос является нашим посредником помогает просящим и отвечает отвечает на наши молитвы поэтому священническое служение начатое Иисусом на земле заканчивается на небе поэтому как некоторые считают что Голгофа это завершенное спасение наше мы видим что нет что завершается наше спасение во севятом когда Христос воскрешает из мертвых и входит в небесный храм где завершает акт нашего спасения своим ходатайством и потом возвращением уже в этот мир но это будет отдельная тема когда мы будем говорить о первосвященстве и о святилище и третью функцию которую мы с вами рассмотрели давайте первая у нас была Христос является Библия говорит нам что Христос является пророком вторая Христос является первосвященником и третья мы видим что Христос является царем давайте посмотрим пророчество о Мессии и царе Псалом 102 19 стих на небесах поставил престол свой царство его всем обладает Псалом 44 и 7 стих евреям первая глава также цитирует этот 44 Псалом престол твой Божий вовек жезл правоты жезл царства твоего Библия говорит нам о Мессии как о царе Библия говорит нам о Мессии как о царе и мы видим что царство Христа не было установлено без борьбы восстают цари земли и кназья совещаются вместе против Господа и против помазанника Псалом 2 и мы видим что та борьба которая происходила а это не было ведь ученики Иисуса именно надеялись что царство будет земным и поэтому надеялись именно на борьбу которая связана будет с оружием с армией а Библия показала борьбу но другого характера борьбу между Христом и Сатаной и борьба которая будет связана именно с его возможностью умереть за наши грехи поэтому восстают князья цари земли против Господа и против помазанника вы уже знаете слово помазанник это Мессия и также это символ также царя у нашего царя Иисуса уникальное правление он является одновременно и царем и священником как мы с вами уже читали у Захарии 6 главе в 13 стихе он создат храм Господи не примет славы восядет и будет владычествовать на престоле своем будет и священником на престоле своем и совет мира между тем и другим не будет конфликта между царем и священником они будут в нем соединились эти две власти две ветви власти которая была в Израиле в чем уникальность правления Библия нам явно показывает что у Христа как бы два царства они говорятся о двух престолах вот мы сейчас каждый на каждый обратим внимание первый это престол благодати о котором мы с вами читали послание к евреям 4 глава 16 стих или царство благодати так богословы его называют и престол славы о котором говорится в Матфея 25 глава 31 стихе или как говорят богословы царство славы и так мы видим царствование Иисуса разделяется на два две части первый это престол благодати или царство благодати и престол славы и царство славы что имеется ввиду давайте посмотрим Царство благодати. Царство благодати начало функционировать в тот момент, когда люди согрешили еще со времен Адама. И мы это явно видим в тот момент, когда человек совершил преступление, отвергнул своего Бога, и в тот же момент они должны были бы погибнуть, когда слушались Бога и послушались Сатану. Но вместо этого мы видим, они живут. Но звучит правило наказания за грех смерти. То есть кто-то же должен был умереть. И вот мы читаем в книге Бытия, 3 глава, 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Откуда в Эдемском саду появились кожаные одежды? Кожа здесь связана будет с ягненком. То есть богословие подходит тому, что была совершена первая жертва, когда вместо Адама умер ягненок, а знаком того, что они являются оправданы, является то, что они одели кожаные одежды, то есть одели кожу ягненка. То есть здесь очень важно, Бог прикрыл их наготу. То есть что важно здесь отметить? Вот здесь проявилась милость Бога, благодать. Они должны были умереть, но вместо них умер другой. Да, еще не Мессия. Ягненок указывал о будущем Мессии, который должен прийти. Но вот уже сам принцип благодати стал действовать, который во всей полноте проявится в смерти Иисуса Христа. Со смертью же Христа царство благодати полностью было утверждено. До этого поколения, приносившие в жертву животных, верили, что оно проявится во всей полноте, когда придет Мессия. И он принесет нам избавление от наших грехов. А животные, их кровь, не могла принести спасение. То есть это было только символом, указывающим на смерть будущего Мессии. Евангелие от Иоанна, 19 глава и 30 стихе читаем. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонил голову, предал Дух Свой. Царство Божие, царство благодати совершилось, и теперь все люди могут иметь возможность для того, чтобы быть спасены и обрести милость от Господа. Послание к евреям, 9 главе, мы читаем 15 стихе. Так что посредник от Нового Завета своей смертью заплатил он за преступления, совершенные при Первом Завете, чтобы все, кто призван Богом, получили обещанное вечное наследие. То есть мы видим, что своей смертью он заплатил за преступления, чтобы мы, все, кто уверовал в Иисуса, могли получить обещанное наследие. Жизнь, жизнь вечная. Как стать гражданами этого царства? Гражданами царства становятся через веру в Иисуса Христа и рождение от Духа Святого. Это у нас будет отдельная, следующая тема, будем говорить о Святом Духе. Но здесь только отметим, Евангелие Тайна, 3 глава и 5 стих. Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в вот это царствие. Поэтому в Царство Божие мы входим. Входим через веру в Иисуса Христа и через новое рождение. Мы, рождаясь в этом царстве, и опять же рождаемся, как Христос родился от Святого Духа, придя в этот мир, так и мы рождаемся от Святого Духа в нового человека. Царство благодати проявляется не внешним образом, а через действия в наших сердцах. То есть, опять же хочу вернуться. Если ученики хотели увидеть Царство Божие в проявлении того, что они обладают властью, богатством и славой, то Христос делает акцент, что Его Царство благодати, это Царство измененного характера и измененного человека, нового творения. Евангелие от Луки, 17 глава, мы читаем. Фарисеи спросили Его, когда придет Царство Божие? Он ответил им, Царство Божие зримо придет. И не скажут, вот оно, а не зримо придет, простите, и не скажут, вот оно здесь или там. А ибо вот Царство Божие внутрь вас. Царство Божие делает внимание на Святого Духа, который и приносит нам Божье Царство в наше сердце, когда мы верой принимаем Иисуса Христа. Интересно, что Царство Божия благодати, Бог пророчествовал, что оно появится или утвердится с Мессией, Царем, который придет в этот мир. В Захарии, 9 глава, 9 стихе мы читаем. Вы знаете, в Евангелии от Матфея мы читаем, как исполнилось это пророчество, когда Христос въезжал в Иерусалим, и ему кричали «Осана, сын Давидов», намекая опять же на его царственное происхождение от рода Давидова, и что он является как раз этим царем, который обещан был Господом. Поэтому интересный момент еще отметить, когда Христос будет предан, будет схвачен, войны, которые глумились, вот Евангелие от Иоанна, 19 глава и 3 стихе говорит «Радуйся, царь иудейский». Или еще один важный момент, так в той же 19 главе мы читаем, что римский правитель Пилат, когда представлял Христа народу, когда они должны будут выбрать или его, или Варнаву, он сказал «Севаш царь», «Севаш царь». Но люди откажутся и скажут «Раскни его, раскни». И вот мы видим, что вот именно через пришествие Христа вот в этот мир, через его воплощение, царство благодати укрепляется, да, или воплощается, вот правильное будет слово, воплощается во всей полноте. Поэтому в Евреям 4 глава 14 и 16 стих мы читаем «Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божию и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в Нем». То есть мы находимся в этом царстве благодати, и наша благодать в том, что мы можем теперь приходить к Господу, просить о помощи, и Бог не отвергает нас как отступивших, как грешников, потому что во Христе мы оправданы и получаем теперь полный доступ к небу. Ангелы сходят, поднимаются и спускаются, как видел Господь в Евангелии от Анны и рассказывал нам об этом, и говорит, что небо близко к нам. Царство благодати дает возможность нам опираться на помощь неба. Но и вторую функцию, которую нам Господь говорит, или второе царство, которое должно прийти, это царство славы. В Евангелии от Матфея в 17 главе мы видим удивительную картину, когда Христос оказался на горе и своим ученикам троим явил свою славу. Он вдруг преобразился, еще называется что-то «гора преображения». Он вдруг преобразился, его лицо изменилось, одежда изменилась, он воссиял, воссиял. И Христос сказал о том, что наступит тот момент, когда мы сможем увидеть его вот в таком сиянии в славе. То есть это царство славы, когда мы увидим Христа в его сияющем великолепии, а не в том, в котором он был, когда ходил по земле. Установление царства славы произойдет при возвращении Христа и будет сопровождаться катаклизмами. То есть Евангелие от Матфея в 24 главе нам описывает, что перед тем, как придет царство славы, будут происходить большие знамения на земле, потрясения, войны, голод, вражда, преследование. Но завершится это все тем, что Христос придет уже во второй раз. Это у нас будет также отдельная тема, о которой мы будем с вами говорить. И это будет началом царства славы. Вслед за судом, когда посредническое служение Сына Человеческого в небесном святилище прекратится, Господь отдаст, Бог Отец отдаст Ему всю власть и все царство. То есть сейчас Христос является как посредник. Когда завершится же его посредническое служение, и Христос уже будет идти сюда на землю, Господь уже будет воспринимать его функция посредника прекратиться, и он станет возвратить ему все царство и славу и власть. Как написано в книге Даниила, и мы читаем 7 глава, 27 стих. Царство и власть и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и поиноваться ему. Уникальный момент произойдет в том, что Христос придет во славе своей, и мертвые во Христе воскреснут. Вот эта слава, Христос этой славой поделится с нами, с вами. Мы воскреснем в новом теле, с новой природой, в которой уже не будет жала греха, и не будет старения, и не будет испытывать болезни старости и смерти. Царство славы будет окончательно установлено в конце истории нашей земли, в конце тысячелетнего периода, когда с небес спустится Иерусалим, совершится уничтожение всего зла, земля обновится, и вот окончательно будет наступление царства славы. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежнее земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий с небес, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. В этом царстве славы не будет, как я уже говорил, болезней, страданий, смерти. Это царство, где люди будут жить и не умирать. Книга Откровения, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу сочаих, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 22 глава книги Откровения описывает это царство еще так. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агонца, Агонец это Иисус, будет в нем. Рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя будет на челах их». Спасенные будут видеть Иисуса, спасенные будут поклоняться, спасенные будут ликовать и радоваться, потому что произошло воссоединение Бога и человека. Христос как пророк предсказывал и говорил нам о царстве Божьем. Христос как посредник, умер за наши грехи, стал нашей жертвой, чтобы привести нас к спасению. Христос как царь вводит нас в царство благодати и милости, и в конце потом введет нас в царство славы. Вот такая величественная тема. Я хочу, дорогие друзья, чтобы все вы, кто слушает, кто досмотрел этот семинар до конца, большой такой, могли преклонить колени и сказать, Господи, как же ты велик, какое великое благо ты для нас делал, насколько прекрасен Иисус, и насколько Бог нас любит, что и отдал своего сына, и сын насколько нас любит, что отдал самого себя, и сейчас продолжает нас спасать, чтобы мы были вместе с ним. Итак, мы подводим уже итог двух частей нашего семинара, посвященному доктрине Бог-Сын, и делаем уже теперь обобщение, то есть как формулируется наша доктрина на основании всего того, что мы с вами изучили. Бог-Вечный Сын воплотился в Иисусе Христе. Через Него все было сотворено, посредством Него был открыт характер Бога. Благодаря Ему совершилось спасение человечества, и через Него происходит суд над нашим миром. Оставаясь навеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом. Он был зачат в результате сошествия Святого Духа на Деву Марию и рожден ею. Он жил и переносил искушения как человек, однако явил с собою совершенный пример праведности и любви Божией. Совершенные им чудеса были проявлением силы Божией и свидетельством того, что Он действительно обещанный Мессия от Бога. Он добровольно пострадал и умер на кресте за наши грехи, занял наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, чтобы ради нас совершать служение в Небесном Святилище. Он опять придет в этот мир во славе для окончательного избавления своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь. Пусть добрый наш Господь благословит вас и пусть вера в Иисуса Христа укрепится после этого большого нашего семинара. Давайте помолимся, друзья. Благодарим тебя, Господь, за этот великий подвиг, который ты совершил. Пришел в этот мир наш Господь Иисус, прожил вместе с нами для того, чтобы явить нам Себя, явить нам Небесного Отца и привести нас к спасению. И благослови, чтобы в сердце нашем была такая любовь к тебе, чтобы мы уверовали и укрепились в тебя. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Благослови нас. Аминь. Друзья, мы благодарны, что вы досмотрели этот семинар. Если вам понравилось, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на наш канал. Если что-то я упустил или вы чем-то не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь вашим мнением. Для нас это очень важно. Пусть Господь вас благословит. И до встречи. У нас будет новая тема, посвященная. Следующая тема будет Богу, Святому Духу.